Привет всем! Сегодня будем делать перловку на совершенно новом уровне. Нам понадобится масло подсолнечное. Наливаем мы на разогретую сковородку заранее. Вот. Ну а здесь у меня подсолнечное с добавлением оливкового. Но у меня другого сегодня не было. Чуть-чуть побольше. И домашнее масло. Покупали у бабушки. Очень вкусное масло. Сливочное. Видите, все я делаю на глаз. И масло лью, и накладываю. Так же вы делаете. Вам понравится. Этот метод я уже давно использую. Здесь недавно угостил друзей. Все были в шоке. Говорят, мы перловку не едим. Теперь они уже едят и перловку, и меня просят приготовить. Масло у нас растопилось. Теперь добавляем лук. Нам надо его обжарить. До золотистого оттенка. Но не сжечь. Вот у нас лучок. В итоге я где-то в районе двух луковичек сделал. Порезал. Вы как хотите, кому как нравится. Хотите крупно режьте, хотите мелко. Ну у меня мелко получается. Теперь можно посолить лучок наш. Соль совершенно не помешает. Лучок у нас уже наполовину готов. Теперь можно добавлять морковку. И дальше начинаем тоже жарить. Сейчас можно опять же морковку тоже подсолить. И смотрю, вот сейчас у нас масло стало не так много. Можно теперь добавить еще маслица. И пусть дальше жарится. Морковка натерта на терке на крупной. Вот смотрите. Здесь где-то одна морковка большая. Так, наша пассеровочка готова. Вот. Раскладываем ее опять же. Я посмотрел. По всему дну. Вот. Берем теперь перловку. Я беру такую перловку. в пачки. И нам надо сейчас сразу разрежу я. Вытряхну из пакета. Сколько перловки смотрите сами. Кто сколько хочет кушать. Сколько народу. В принципе один пакетик на одного человека. Ну, для взрослого это маловато. Для мужика, по крайней мере. Рассчитывайте на человека где-то полтора-два пакета. А если хотите, допустим, еще на потом, чтобы было. Ну, можно больше. Побольше. Пачку туда закину. Готовить так готовить. Правильно. Пассировка наша позволяет. Дальше, что мы с вами делаем. Распределяем ровненько. Как плов, в принципе. Да, точно, как плов. Ровненько делаем. И начинаем с вами наливать воды туда. Пытаться по лопаточке как-то аккуратненько, чтобы нам не нарушить структуру. Вода холодная. Не бойтесь, лейте бутылированное. Так, сейчас посмотрим, что у нас здесь получается. Так, воды у нас маловато. Надо хотя бы, чтобы вот, как в плове, мизинец утонул. Побольше водички. Надо опять дальше доливать. Ничего страшного. В себя перловка возьмет сколько надо воды. Даже, может, маловато будет. Чтобы маловато не было, лучше добротно налить. Дальше что? Сейчас она у нас закипит. Делаем большой огонек. Ждем, пока закипело. Как у нас начинает булькать, огонь надо будет убавить. Потому что я уже убавил. Потому что, чтобы снизу наша вся пассеровка не подгорела. Ребята, вот как я сделал, так и делайте. Сверху пассеровки перловку кладите. Не надо перемешивать. Вот так вот, как оно есть, так оно должно и быть. Наше блюдо вот сейчас вот-вот уже закипит. Что нам надо с вами сделать? Взять лавровый листочек. Раз, два. Ну и один малюсенький какой-нибудь найти. Три. Кинули. Накрыли. И на маленький огонек поставили. Ну не такой, чуть-чуть больше маленького. И в итоге, через 40 минут, ваше блюдо будет готово. Единственное, в течение этого времени, подходите, смотрите, мало ли вдруг воды будет мало, придется добавить. Добавляйте, не бойтесь, ничего страшного. И смотрите до готовности самой перловки. Наше блюдо вот потихонечку кипит. Можно еще теперь подсолить. Вот, закрываем. И в течение этого всего времени, там 50-40 минут, поглядываем, подходим. Прошло 25 минут. Смотрите, вся пассировочка вверх сама поднимается. В итоге, сама перловочка, смотрите, набухает. Приятный цвет, такой запах обалденный. Так, у нас воды практически не осталось. Смотрите, под конец, когда вода заканчивается, огонь надо на минимум ставить. Я уже поставил все. Так что, ребят, ждем. До полного приготовления осталось уже совсем немного. Прошло в районе 45 минут. Вот, пробуем, что у нас здесь получилось. Перловка готова. Смотрим, водичка как такова еще осталась у меня. Ждем, пока она выкипит. Крышку больше накрывать не надо. Вот такая у нас вкусняшка получилась. Ребят, кому понравилось, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока!